До конца 2020 года в России разработают единый пакет северных льгот, которые будут действовать на территории всей арктической зоны. Новые меры направят на поддержку местных жителей и тех, кто планирует работать в Арктике. В этом году автопарк службы скорой медицинской помощи в Карелии пополнит 15 новых автомобилей. Технику, приобретенную за счет средств федерального бюджета, отправят в Центральные районные больницы республики. По данным наутро 21 августа в Карелии подтвержден 31 новый случай заболевания COVID-19. Выздоровели 30 человек. В Петрозаводске молодой водитель насмерть сбил 82-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи. Возбуждено уголовное дело. Карельский Центр развития добровольчества проведет онлайн-курсы для организаторов волонтерской деятельности. Участники научатся работать с добровольцами в дистанционном формате и общаться с партнерами в цифровом пространстве. Музей изобразительных искусств Карелии запустил подкаст о современных художниках республики. Уже доступны интервью с Маргаритой Юфа, Валентином Чекмасовым, Натальей и Валерием Кошелевыми и Нелли Григорьевой.